девчонки всем привет еще раз опять же снимаем видео в таком ракурсе потому что нет возможности времени как-то приводить себя в божеский вид чтобы сесть и снять спокойно видео потому что завтра я отбываю я уже говорила в общем все вопросы если что в комментариях это видео я снимаю на тему лузеров это лузера за не знаю наверное два года которые я собирала за два года ведения моего канала и покупок всяких всяких всяческих даже я бы сказала продуктов которые кто-то где-то показывал на youtube либо я сама там что-то где-то видела хочу начать вот таких вот двух лаков это лаки от oriflame в таких довольно таки нюдовых оттенках очень плохие они наносятся тонкой тонкой пленкой эту пленку потом можно содрать просто я не знаю вот задеть немного ноготком другим в два-три слоя наносить не вариант потому что как-то где-то все равно полосит где-то ложится неровно в общем разочаровалась очень в этих лаках хотя думала что в oriflame они довольно таки неплохие еще лак это лак от макси не знаю что это за коллекция у них такая но разочаровалась в нем цвет неплохой такой весенний пастельный такой голубоватый красивый оттенок смотрится даже на ногтях неплохо но он очень полосит и чтобы добиться такого вот оттенка нужно нанести в 4 слоя покажу вот такое вот средство это обычный крем с тональным эффектом от иван solutions я покупала как-то в свое время его в качестве биби крема и хотела не пользоваться на лето тональными основами а повод просто пользоваться как каким-то средством которое будет как-то немножко тонировать мою кожу и в то же время не перегружать ее здесь есть spf factor 20 чем меня в принципе и порадовало это средство но средства вообще никакой обычный крем в котором какие-то крупинки темного оттенка когда вы распределяете по коже то получается эти крупинки растворяются ложатся как-то не знаю как объяснить вот вы распределяете где-то эта крупинка растворилась а где-то нет в общем где-то затемнила где-то нет как-то в общем по-дурному ложится это средство я его в принципе допользую на ноги еще из лузеров у меня вот такие вот два средства это от oriflame pure skin обычный крем для лица который должен мотировать и как-то подсушивать немного прыщики этот крем в принципе неплохой но неплох как в качестве использования в домашних условиях потому что под макияж он негоден макияж скатывается тональная основа скатывается румяна скатывается все скатывается на ночь тоже невозможно им пользоваться потому что кожа как-то немножко зудела как здесь заявлено это у нас по моему маскирующий подсушивающий крем для жирной и комбинированной кожи я думала что это такое же средство как у меня было вот локального нанесения но это совсем не такое средство в общем это жесть какая-то я не советую никому вот покажу вам это средство она вот такого оттенка не знаю как то таким средством можно вообще что-то замаскировать не знаю вообще есть такие люди с оранжевой кожей какой-то не знаю либо с оранжевым подтоном именно вот таким в общем это какой-то бред и в лузерах у меня еще вот такое вот средство от эйвен тоже серия натурал это обычный спрей для волос с запахом сакуры и цветов сакуры и он должен просто как-то придавать блеск по моему еще там что-то мягкость какой-то но это средство не знаю никакой мягкости блеска не придавала этим средством я пользовалась до сих пор как в качестве лака для волос вот этим средством я просто фиксировала какую-нибудь гульку я не знаю там какой-нибудь хвостик нежелательные волоски какие-то которые выбивались из пучков еще покажу вам помаду карандаш от эйвен это было у них новинка в этом году по моему у меня в оттенке коралловом называется кефри коралл и оттенок вот такой она очень сушит губы эта помада и очень много блесток в ней которые в принципе ощущаются на губах еще остается пигмент после нее этот фактор вообще меня убивает последнее время еще покажу вам вот такие салфетки матирующие которые ничего не матируют они просто снимают макияж если как какие-то остатки макияжа у вас еще и были на лице эти салфетки весь макияж этот все остатки эти снимут эти салфетки у меня от via beauty 100 салфеток написано сто процентов лен ничего подобного обычная обычная какая-то калька которая бесполезная которая ничего не делает я не знаю просто на них нет ни пудры ничего просто обычная такая вот прозрачная бумага до новых встреч увидимся в следующем видео пока пока